я просто в какой-то момент понял что птиц нет это был их капитальный просчет просчет который я запросто мог и не заметить скажите честно часто вы сами обращаете внимание на наличие или отсутствие таких комков перьев вот я нет как никак я не какой-нибудь там рейнджер или полусумасшедший орнитолах если подумать птицы страшные твари вы видели как они ходят дергая маленькими головами те же голуби это летающие помойные крысы мы просто привыкли что есть такие вот штуки они издают какие-то звуки интересно было бы посмотреть на реакцию человека впервые в жизни увидевшего какую-нибудь канарейку но я отвлекся они выдали себя тем что попросту не добавляли сюда птиц не перебирающих полтру ногами по подоконнику голубей не трагично каркающих среди голых ветвей осенних тополей ворон ни одной пернатой твари кошку я видел а вот птиц птиц нет с этого момента я понял я стал свободен дальше уже волей-неволей подмечал другие шероховатости симуляции задержка перед ответом у какой-нибудь кассирша в магазине нехватка полигонов у плаща случайно у прохожего зацикленная короткая анимация хвоста дворовой кошки в конце концов наверняка я принял участие в каком-нибудь раннем бета-тестировании так что будем снисходительны к разработчикам по большому счету реальность представлялась вполне убедительной не помню как я надевал шлем виртуальной реальности или что там у них за технология но ведь было бы странно если бы я это помню это раньше времени разрушила бы эффект присутствия они здорово постарались до этой фигни с птицами можно сказать я ничего не подозревал спасибо ложной памяти но черт побери как можно было забыть такой важный элемент пейзажа летающие объекты пока не поддерживается движком перья трудно рендерить ладно спрошу на выходе я начал развлекаться виртуальная вселенная ожидаемо похоже на осознанный сон делайте что хотите никто вас не осудит с их стороны было совершенно правильно не озвучивать изначально правила и цель игры ведь самое интересное именно в том чтобы самому собрать все кусочки головоломки я не собирался превращаться в манчкина и некоторое время терпеливо отыгрывал своего персонажа вроде какого-то прыщавого продавца из салона мобильной связи в небольшом городке по сюжету у меня даже была девушка и старенькие родители но не забывал и про эксперименты конечно проверял реакции способности к импровизации он писи у них обнаружился достаточно слабый а и кстати и даже разобрал парочку тестируя разрушаемость объектов я же тут для тестирования как никак тут было все на высшем уровне я бы даже предположил что разработчикам стоит снизить натуралистичность если они не хотят видеть на своих серверах орды садистов психопатов склонявшихся в поисках очередной жертвы меры сдерживания также присутствовали но совсем не внятные местных растерянных полицейских обставил бы ребенок то ли сложность была заведомо занижена на период тестирования то ли я не знаю на всякий случай все такие истории я подмечал для будущего отчета пока не придумал использовать этот диктофон при выгрузке думаю проще будет извлечь аудио а то я небольшой любитель сочинять простыни текста кстати они выбрали не самый очевидный способ ограничить пользователям карту обычно делают невидимую стену которую персонаж не может пересечь или какие-то нелепые препятствия здесь же ты можешь идти к горизонту бесконечно но нет смысла для тебя на лету генерируются бесконечные одинаковые поля вынуждая рано или поздно повернуть назад к песочнице в виде провинциального поселка вот еще очень не хватает саундтрека на это вопрос сценариста и так возвращаясь к цели игры да я прошел главный квест это было совсем непросто и не очевидно должен признаться пришлось долго ползти от одной зацепки к другой остался последний штрих и я уже вижу как на горизонте формируется какое-то черное облако за которым очевидно будут титры а в окей сжимаю главный квестовый предмет очки учительницы математики из местной школы я же говорил что не очевидно да намудрили но больше спойлеров на всякий случай не будет я сейчас стою среди кладбища со стороны домов приближаются сирены проснулись наконец но они не успеют у нас есть победитель скорее бы уже эта вся одежда пропитана кровью это не особенно приятно что сказать я хотел бы пройти тихо но ближе к концу пришлось пополнить арсенал и тупо танковать надо дать ребятам понять что игра допускающая такой уровень жестокости нет ну комиссия не пройдет вы не поверите облако на горизонте это огромная птичья стая видимо следили за моими комментариями и наспех нарисовали летят прямо сюда скорее бы скорее я не знаю что с ним делать игорь перестань нет у меня просто опускаются руки уверен решение есть мы его найдем три месяца три месяца ищем дедлайн в апреле что будем делать что инвестором покажем вот это вот что ты от меня хочешь или что ты предлагаешь ты прекрасно знаешь что я предлагаю этот тупик мы не добьемся предсказуемости и реалистичности поведения одновременно технология сырая мы не контролируем их и что откатить к шестому релизу и жестко заскриптовать всех нпс ты понимаешь что основной фишкой которую мы продавали были именно самообучающееся окружение в нейросетях нет давай лучше игроков будет регулярно расчленять опалоумевшие персонажи холя сказал что еще раз на него нападут и он уволится с ним половина qa уйдет сразу и мы мы в жопе посмотри на последнего продавец мобильников развалил и вырезал половину города все исключения обошел каждый раз блять что-то новенькое мы так никогда предусмотреть не можем с этими ублюдками что-то не так хорошо хорошо еще 100 прогонов если не будет динамики то откатываем окей все что можно порежем волю эмоции будет ядро из-за хардкожаной скрипты примитивно безопасно договорились договориться а продавца коле отдай вместе с последним дампом памяти надо же понять чего он там себе напридумывал такого с этими птицами да птицы раскатили вроде нормально все сейчас распределяем по карте и можно тестить и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok